Великая музыка Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем наш разговор о выдающемся казахском кирше Сейтеке. Народная молва говорит, что когда Сейтек разъезжал поселением калмыков, ему довелось остановиться в одном доме, где сидели и болтали между собой пятеро девушек. Увидя, что у гостя есть домбра, девушки попросили, чтобы Сейтек на ней поиграл, а они по пляжу. Сейтек к этому времени был хорошо знаком с музыкой калмыков и его танцевальными ритмами, и он тут же симпровизировал танцевальный кюй в духе калмыков. Калмычки начали танцевать, спрашивая, что это за музыка. Сейтек говорит, пусть этот мой кюй будет посвящен вам, он зовется Бесхаз, пять девушек. Послушайте, пожалуйста, этот кюй. Сейтек говорит, пусть этот мой кюй будет посвящен вам. В 1887 году Сейтек встречается с девушкой Забирой, которую, вопреки желанию ее отца Жунуса, хотел взять в качестве третьей жены один из властных правителей. Сейтек, с согласия родителей и девушки, умыкает ее и скрывается с ней среди туркмен и калмыков, которые знали его и уважали. Когда Сейтек ночью хотел перебраться в Ахкаин, люди правителя устроили засаду у озера Шунай среди густых камышей, поймали Сейтека и заключили его в тюрьму. По архивным сведениям, в этом году Сейтек действительно сидел в Ульдинской тюрьме, о чем свидетельствует отношение Временного Совета, датированное маем 1887 года. Есть также материалы, из которых следует, что старший брат Сейтека Шушак был освобожден из тюрьмы в июне месяца 1887 года. Видимо, его держали заложником, пока не поймали Сейтека. По другим архивным материалам, некий Хази Урозалиев умирает в Ульдинской тюрьме примерно в эти же годы. Выяснилось, что Хази – сын Даулитьяра, дяди Сейтека. Таким образом, выходит, что все окружение Сейтека так или иначе посетило это негостеприимное место, видимо, благодаря своей непокорности властям. 20 августа 1887 года Сейтека судят и осуждают, но он убегает, не отсидев срока определенного приговора. Сейтек снова на свободе. Его ищут везде, однако его укрывает народ. Никто не сообщает властям о его местопребывании. На протяжении шести лет ищет его преданный временному совету старшина по фамилии Бестыбаев. Ему удается установить, что Сейтек посещает дом вдовы Урзады Букихановой, живущей у шунайского лимана. Но тут перед Бестыбаевым возникает преграда. Обычные аульные старшины и волосные управители не имели права войти в дом потомка султанов и были лишены возможности сделать там обыск. Однако предки Бестыбаев добился разрешения временного совета на обыск в доме Урзады и, наглянув к ней с вооруженными стражниками 22 марта 1894 года, схватил Сейтека. В рапорте, представленном временному совету, старшина сообщает, что Сейтек оказал ему вооруженное сопротивление. Во время обыска стражники нашли седло, поршун и кинжал, принадлежащие Сейтеку. И все это имущество продали в Ольде за 5 рублей 43 копейки в пользу казны. Сейтеку предъявили обвинение по статье 287 «Уложение об уголовных наказаниях». К этому прибавляется еще то, что он не отбыл срока наказания в 1887 году. Однако дело Сейтека перерастает в статью конократства, как любили тогда квалифицировать какие бы то ни было преступления, боясь самого слова «бунт» или «недовольство». Несколько сот человек бедняков подали прошение на имя Астраханского губенского прокурора о том, что Сейтек ничего преступного не совершил, что баи мстят ему за его заступничество за неимущих. Это ходатайство организовала мать Сейтека Борсов. Она от себя лично написала прошение о наказании следователя Лобовича, который во время допроса обращался с ней грубо, ругался, нарушая правила дознания. И Борсов добилась, что астраханский прокурор объявил выговор Лобовичу. Тем временем в прокуратуру продолжали поступать ходатайства за Сейтека и от других властей, где писалось, что Сейтек увез за беру потому, что любил ее и хотел жениться, что он угнал двух кобыл Арслан Гирея и Бахты Гирея только за то, что они всю жизнь пользовались даровым трудом, что они должны своим батаракам куда больше, чем эти две кобылы. Астраханские губернские следственные органы, боясь широкого разглашения подобных заявлений, носящих политический характер, решили замять дело Сейтека. Губернское правление Министерства внутренних дел в своем отношении от 12 мая 1894 года сообщает Временному совету о прекращении дела Сейтека у Розалиева. 23 декабря того же года Астраханское губернское правление вызывает Сейтека якобы для того, чтобы вручить ему копию определения о прекращении его дела. На самом же деле немедленно по приезде Сейтек снова был заключен в тюрьму. На этот раз главной причиной его арестов послушали сведения о том, что Сейтека и некоторые другие казахи-бедняки связались на рыбном промысле с русским рабочим по имени Гаврюшко, а последний читал им какую-то книгу или статью о злодеяниях царя. Теперь Сейтека, как киргиза, опасного в политическом отношении осуждают на 12 лет заключения, но в приговоре по-прежнему пишут законократство. Недолго пробыв в астраханской тюрьме, Сейтек снова совершает побег при помощи своего друга Сагамана, который устанавливает связь с ним из надзирателей. Сейтек посвящает своему другу песню, которая в народе исполняется под названием Сейтек. И все же однажды, когда Сейтек сидел увлеченный игрой на дамбре, у одного из своих друзей его внезапно окружили и схватили. Сначала его поместили в Урдинской тюрьме, а оттуда перевели в Оренбург. Из Оренбурга Сейтека в числе 63 других арестанцев сослали на Сахалин. Уходя в ссылку, Сейтек сочинил стихи и попросил передать их любимой заберечьей из Сагамана. «Ты как утка в сизом оперении, Нужен сокол, чтоб тебя догнать. Тесно мне на свете. В отдалении от тебя приходится страдать. Я как мотылек гоним ветрами. Нам с тобой встречаться не судьба. Коль не поквитаться с подлецами, Нам не повидаться никогда. Хищные правители и баи, Разве знают, кто такой джигит? Коль душа останется живая, К сизой утке сокол прилетит». Через много дней пути 63 арестанта достигли места, Где впоследствии стал город Комсомольск-на-Амуре. В дороге их останавливают, И они 4 месяца работают на рыбоконсервном заводе. Здесь арестанцы чувствуют себя немного лучше, свободней. Однако им не дают покоя и гонят дальше. Их ведут суши и везут морем. В декабре 1904 года Они узнают, что находятся на острове Сахалин. Здесь Ситех и сочиняет свой кюйзаман, О котором шла речь. Там же Ситех слагает свой кюй под названием Айдау-кюй. В январе 1905 года японцы обстреливают Сахалин, Где находятся заключенные. Пользуясь смятением, Все 63 арестанта совершают побег, Но японцы настигли их и 47 человек поймали. Остальным же 60, в том числе и Ситеху, Удалось скрыться от погони. На пути к проливу погибли почти все, И спаслись только двое. Ситех с другом Покатарги Василием Связывают плод И готовятся к отпытию через Татарский пролив. Зная о том, что им не скоро придется увидеть берег, Они посоветовались между собой И решили поохотиться, Чтобы запастись продовольствием. В лесноучащие на северо-восточном берегу Их никто не ищет. Никто не подозревает даже, Что здесь обитают люди, Потому что этот район острова кишит дикими зверями. Василий отличался крепким телосложением И огромной силой. По рассказам одного из друзей Ситеха И исполнителя его кюйф Минжанова, Жившего об Алма-Ате, Василий мог одним ударом топора Убить медведя и никогда не знал страха. Василий и Ситех охотились удачно, Но могли взять с собой запас только кожи животных, Так как соли у них не было, И мясо сгнило бы в пути. Они отплыли из Сахалина на плато, И на протяжении 15 дней Не видели ничего, Кроме бесконечных водяных валов. Все их запасы были съедены, И они уже 3 дня голодали. На 16-й день они увидели землю, Которая оказалась необитаемым островом. Высадившись туда, Они первым долгом стали добывать себе еду. Им удалось, однако, поймать только ящериц и змей. Все же через несколько дней они пришли в себя И стали запасаться тем, чем только возможно. Однако пришла новая беда. Василий не вернулся с охоты. Опечаленный Ситех сидел у костра один И ждал своей участи. Рано утром он пошел вглубь острова на поиски друга, И недалеко от места их стоянки нашел его топор. Все, что осталось от Василия. Погрузив на плод продовольствие, Ситех снова выходит в открытое море. На его счастье дует попутный ветер, И через 3 дня он достиг берега, Сам не зная, куда, собственно, попал. Тем не менее, Ситех с радостью узнает По характеру местности, что находится на континенте. Вскоре он нападает на след скота И чувствует близость жилья. Действительно, он набрел на русский рыбачий поселок. Его встретили с теплотой, Накормили, дали отдохнуть. Ситех расспрашивает местных жителей А пути на Хабаровск и добирается до города. А сахалинские власти, считая, Что все арестанты, которые попали Под обстрел японцев, погибли, Розыска не объявляют. Поэтому Ситех некоторое время живет в Хабаровске, Совершенно вне подозрения. Он едет в поезде с зайцем И постепенно добирается до родной земли. А здесь идет пешком. Для того, чтобы не попадаться на глаза Ордынским властям, Путин выбирает безлюдный. Однажды обессиленный Ситех лег отдохнуть В камышовых зарослях. От голода и усталости Он не мог больше двигаться. В это время он видел приближающегося волка. Ситех не испугался. Он думал, что один на один Как-нибудь справится с волком. Однако на вой этого одного Пришли еще несколько волков И начали расшвыривать землю Лапами, готовясь к нападению. Видя свое безвыходное положение, Ситех поджег камыши. От огня волки убежали. Преодолев нечеловеческие трудности И опасности далекого пути, В июле 1905 года Ситех достиг Букеевской Орды. Здесь его подстерегали горестные известия. За два года до его возвращения Умерла его любимая мать Борсах, А через несколько дней после этого Десятилетний сын Ситеха Упал с коня и погиб. Свою скорбь Ситех изливает В Кюях Арман и Газиз, Посвященных сыну. В Газизе Ситех оплакивает сына, А в Армане стремится выразить Заветную мечту о лучшем будущем. Послушайте, пожалуйста, Кюи Арман. Кюи Арман Кюи Арман Здоровое жизнелюбие Помогает Ситеху не пасть духом На его тяжелом пути. Когда ему пошел уже шестой десяток, Он еще был силачом, Так что людям, которые хотели Над ним пошутить, приходилось туго. Однажды в ауле знакомца Ситеха Появился своевольный и дерзкий парень, Который носил при себе нож, Грубил и запугивал мирных людей. Он вошел в юрту в тот момент, Когда Ситех сидел у своего друга, Пил чай, а чай Кюйши любил, И ему не нравилось, Если кто-нибудь в это время Нарушал его покой. Обнаглевший, Джигит сразу же поднял голос на Ситеху, Называя его старым хрючем и всячески понося. Ситеху ничего не ответил И продолжал, как ни в чем не бывало, пить чай. Парень выругал всех присутствующих, А когда очередь дошла до невестки хозяина, Молодой женщине по имени Шарипа, Которая в это время разливала чай, Ситеху негромко сказал Джигиту, Сынок, выпей чай. Он очень хорош, не обижай стариков и женщин. Ты ведь сильный, Джигит, А силу надо пускать только против равных себе. Мы ведь тебе не ровнее. Вместо того, чтобы понять намек, заключенный в словах Ситеху, Джигит сорвался с места и со словами «Ты еще, старый черт, хочешь меня учить?» И кинулся к нему с ножом. Ситеху с быстротой молнии схватил его правую руку, Вырвал нож и кинул парня себе под ноги. Спокойно продолжал пить чай. Затем Ситеху поднял Джигита и толкнул его так, Что тот вылетел за дверью и некоторое время лежал без движения. Насмерть перепуганная Шарипа поблагодарила Ситеху За украшение хулигана, который устрашал всех в ауле, Но все-таки, соблюдая правила гостеприимства, Попросил Ситеху, чтобы тот разрешил ей привезти Джигита в юрту И напоить чаем. Доброта Шарипы тронул Ситеху, И он тут же взял дамбру, Сочинил Кюй, посвятив его Шарипе, Под именем которой он и распространяется. Теперь послушайте, пожалуйста, Кюй Шарипа. Кюй Шарипа Кюй Шарипа События 16-го года в Казахстане Ситех встречает, Ясно понимая суть указа о 25 июня 1916 года, О мобилизации казахов на тыловые работы. Он принимает действенное участие в разгоревшейся борьбе, Считая указ несчастьем, Павшим на голову трудового люля. Потрясенный народной бедой, Он сочиняет Кюй. 16-й год, Кюй о народном бедствии, Однако в нем, так же, как и в Кюй Заман, Моменты сильного драматического напряжения Сменяются радостными, Переисполненными светлой надеждой. Послушайте, пожалуйста, отрывок из этого Кюя. 16-й год. Кюй о народном бедствии, Наступил 1917 год, И в честь революции Сиитек сочиняет Кюй 17-й год. Этот Кюй начинается с мотива тяжелого раздумья, После чего приобретает просветленный торжественный характер. Сиитек сочиняет Кюй 17-й год. В 1919 году Сиитек попадает в лапы белобандитов, Но ему удалось бежать, Но большинство его друзей погибло. Но многие продолжали преследовать Сиитека, Теперь уже якобы по советским законам. Сиитека много раз привлекали к ответственности, Но каждый раз оправдывали, Потому что он не совершал ничего противозаконного. Человек сильной воли, Сиитек не особенно беспокоился Из-за всех этих козней врагов. Он по-прежнему разъезжает по аулам, Играет на дамбре, сочиняет Кюй. Однажды Сиитек получил устное извещение, Что ему следует явиться К самому председателю волосного исполкома. Он подумал, что опять чего доброго Его противники, Пробравшиеся в советские органы, Замышляют против него что-то недоброе. Человек отважный и отнюдь не мнительный, Он поехал в канцелярию волосного исполкома. Там его встретили дружелюбно И поздравили с приглашением в Уральск. Сиитек не знал, радоваться ему или опасаться. Но председатель исполкома сказал, Что Сиитеку, видимо, предстоит поездка в Москву. Сиитек был крайне удивлен. Он поехал в Уральск, Уведомив об этом на всякий случай Свою семью и друзей. В Уральске губисполкоме Ему сразу вручили командировочного удостоверения И объяснили, что он должен принять участие Как дамбрист в концертах, Устраиваемых на всесоюзной Сельскохозяйственной выставке. Сиитек попросил хорошую дамбру Своих уральских знакомцев И приготовился в путь. Для него всю жизнь, проведшего в тюрьмах и ссылках, Все, что с ним сейчас происходило, Казалось какой-то сказкой. И вот он в Москве, На открытой выставочной эстраде. Никогда еще он не выступал в такой обстановке. Да ему надо сидеть на стуле, Неудобно немножко. Он стесняется просить, Чтобы ему разрешили сесть прямо на пол. Все, что происходило с ним, Его ошеломило. Где уж тут соваться со своими степными порядками. Наконец он сел, Положив ногу на ногу, Расправил красивые усы, Пробежал острыми глазами по рядам публики. Его сердце билось громко и часто. Конферансия объявил, Что Ситек исполнит мелодию для дамбры Под названием «Булбулайша». Многие москвичи впервые увидели Тогда этот древний казахский инструмент. Дамбра изображала пение соловья, Грациозные движения аиши, Играющие на своем инструменте. Временами дамбра ракотала глухо и печально, Рассказывая о тяжелой доле народа. Когда Ситек возвратился в Казахстан, Везде его окружали люди И расспрашивали о Москве. Он рассказывал правдивую сказку Быль про огромный российский город. Ситек умер в июне месяце 1933 года В местности Ахтуве. В 1937 году дамбрист смогул Кушекбаев, Который называл себя учеником Ситека, Рассказал много интересного О народном композиторе Ситеке. Кушекбаев сообщил Ахмеду Клану Чужубанову Кюи Ситека, Бесклаз, Жан, Таза, Заман. Работая в оркестре имени Курмангазы, Кушекбаев несколько лет изучал нотную грамоту, Знакомился с кюями других композиторов И намного расширил круг своих музыкальных познаний. В результате этого он написал Совместно с композитором Хамедией Шабельским Однакнув музыкальную пьесу Ситека. Многие кюи Ситека вошли в репертуар Оркестров народных инструментов Казахстана, Были переложены для разных инструментов, А также использованы как темы В крупных произведениях Современных композиторов Казахстана. Музыка композитора-борца Великолепного кюи Ситека Пережила своего создателя. На этом мы заканчиваем нашу передачу Передачу подготовили саунд-дизайнер Шинар Худжаева, Вела передачу этно-музыковед Салтанат Ермекова. Желаем вам всего самого доброго. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова